Колорадского жука У колорадского жука есть несколько любимых продуктов и к их поеданию он относится очень ответственно, не пропустит ни миллиметра. Основным объектом питания из сельскохозяйственных культур у колорадского жука является картофель. Это его, так скажем, любимое блюдо. Он объедает практически полностью, за исключением стеблей, все листья надземной части растения. Если же картофель по каким-то причинам либо полностью съеден, либо его нет, тогда он может повреждать листья томатов. Также повреждает табак. Ну и были случаи, когда в отсутствии пищевой базы, которая как раз самим жуком была уничтожена, допустим, в каких-то областях, он встречался и поедал злаковые культуры. Появление яркого полосатого жука на картофеле всегда становится большим стрессом для дачников. Колорадский жук легко и очень быстро уничтожает посадки. Люди каждый сезон сталкиваются с огромным количеством этих вредителей, которые так и норовят уничтожить урожай. И чтобы спасти плоды своих трудов, ищут возможные пути ликвидации паразитов. Особо остро стоит вопрос, как избавиться от колорадского жука на картошке навсегда. Но полностью избавиться от него нереально. Можно лишь временно обезопасить свой урожай и попытаться удержать ситуацию на приемлемом уровне. Жука нет только там, где на больших площадях вообще отсутствуют все растения семейства посленовых. То есть не только картофель, но и помидоры, баклажаны, перцы, физалис и прочие. Наиболее эффективны, конечно, химические методы. То есть это обработка различными инсектицидами. Особенно это проводится там, где культивируется картофель в больших количествах. Но здесь есть очень важный момент. Подобные обработки необходимо проводить централизованно. Вот как раз является очень большой проблемой то, что картофель у нас очень часто выращивают и на приусадебных участках. И вот эти приусадебные участки порой являются тем самым источником, откуда колорадский жук начинает еще больше распространяться. Вы можете выбрать подходящую тактику защиты или борьбы с колорадским жуком, исходя из текущей ситуации. Если на ваших посадках наблюдается небольшое количество вредителей и у вас есть свободное время, то можно попробовать справиться с проблемой ручным сбором. Ну а в случае массового вторжения жуков прибегайте к надежной химии. Карина Саяхова, Универньюс.